Всем-всем привет! С вами Дарья Миронова, и сейчас я бы хотела сделать обзор кристального замка с принцессой Каденс и ее малышкой Флари Хатт из коллекции Explorer Questry. Этот замок далеко не новый, он вышел еще в конце лета 2016 года, но его все еще можно найти в магазинах игрушек. Я его покупала в кораблике, стоил он 3,5 тысячи рублей, но сейчас на него еще скидка, так как до этого он стоил тысяч пять, но это очень дорого. Это уже пятый замок, который выпускает Хасбро, первые два были не каноничные, первый был свадебный замок опять же с принцессой Каденс и Шайнинг Армором. Второй с каким-то непонятно откуда взявшимся кристальным замком Твайлайт, которая там мне лично не очень нравится, потому что она была довольно-таки высокая, и у нее еще нажималась голова, и двигались крылья, и на них еще была такая наклейка, как будто они светятся. И вот из-за того, что голова у нее нажималась и была странно прикреплена, мне эта фигурка не очень нравится. А потом у нас пошла эра, так сказать, каноничных замков. Вышел замок Твайлайт, который стоит у нее в Пони Вилли с конца четвертого сезона. У него еще есть радужная лестница. Потом вышел, наверное, самый большой замок из всех. Это замок Кантерлот, он трехэтажный, и в нем еще есть наверху корона, которую можно надевать на голову ребенку, потому что для Пони она слишком огромная. Ну, а также она вообще является одним из элементов замка, ее можно даже не снимать. Ну, у меня нет этого замка, я решила его не приобретать, потому что это уже, наверное, слишком. И цена как-то не по карману, мне кажется. Ну, и вот последний вышедший замок, это Скаденс и ее малышкой Флари. Кстати, на одном сайте я видела этот же самый набор, только он продавался в Европе или в Америке, я точно не знаю где. Но, понятное дело, что не в России, у нас бы такое никогда не выпустили. В общем, там дополнительно была фигурка Шайн Кармара с большим количеством аксессуаров и вот точно таким же троном, как и у Каденс, но, соответственно, только для Шайнинга. То есть, он такая экстра фигурка. Наверное, было некуда ее впихнуть, я не знаю. Вот, и поэтому решили добавить в этот замок. Ну, в принципе, неплохо, потому что Шайн Кармар выходил всего два раза. Первый раз, как я уже говорила, со свадебным замком, а второй раз в наборе из семи пони, включая королеву Кризалис, Лиру, Дерпи и так далее. Ну, а теперь давайте рассмотрим коробочку. Она просто огромная, она у меня еле помещается на стол. В верхнем древом углу логотип Мальтл Пони. Снизу изображение принцессы Каденс и Флари. Боже мой, она такая милая, просто очаровашка. Снизу название набора, Crystal Empire Castle. Снизу логотип Хасбро. И логотип коллекции Explorer Questry. Инструкция к приложению Мальтл Пони Friendship Celebration. Тут показано, что можно просканировать код на ножки пони. Вверху, как и у всех больших наборов, окошечко, чтобы можно было посмотреть, какие тут есть внутри поняши. Сверху у нас подтеки радуги. И тут рядом написано, как зовут наших пони. Принцесса Каденс и малышка Флари Харт. И, конечно же, посередине изображение самого набора, играющая в него девочка. И написано, что замок светится. Вот тут даже показано, как. В верхнем правом углу показано, что нужно для этого набора использовать три батарейки. Но я думаю, понятно для чего. С обратной стороны у нас перевернуто изображение замка на фоне декорации Кристальной Империи. Опять же, подтеки. И надпись, что замок светится. То же самое, что было спереди. Его изображение. Высота составляет 56 сантиметров. В набор входит 16 аксессуаров. И опять же, имена пони. С одного торца изображение некоторых глиттерных пони, которые должны очень скоро выйти. Здесь у нас Флаттершай, Пинки Пай, Старлайт Глимор и графиня Колоратура. Точно такие же поняшки были изображены на коробке. Из набора Ствал от Спаркл и Паровозиком. С другого боку в кружочках некоторые детали замка. Около первого в звездочке написано, что замок светится. Дальше, то что вот эта вот полочка может крутиться. И третье, то что можно качать в Флари Харт. И сверху на розовом фоне с китимарками главной шестерки, в фиолетовом прямоугольничке, у нас показаны все аксессуары и написано, что их 16 штук. А теперь давайте, наконец-таки, раскроем коробочку и посмотрим набор поближе. Да, ребят, тут очень много деталей. Некоторые даже без пакета. Тут мы еще видим вот такие вот наклеечки. Их нужно клеить на замок и на некоторые аксессуары. И, естественно, инструкция по сборке замка. Я решила раскрыть ее и показать вам. Вот тут последовательность всех действий при сборке замка. И с обратной стороны показано, в какое именно место нужно вставлять батарейки. И также еще в коробке лежали бумажки с изготовлением и просто огроменное бумажечо с информацией про батарейки. Также к окошку, через которое мы видим наших поняш, приклеена вот такая картонка с цветным фоном. И он как раз изображает комнату вместе с кроваткой, где впервые Твайлайт и ее подруги увидели Флари Харт. Обзор игрушек я начну не с замка, а с фоняш, а конкретно с принцессы Каденс. Она правительница Кристальной Империи, принцесса Али Корн, розового цвета с фиолетовыми глазками. Крылышки у нее подвижные, они вот так вот могут сгибаться. У нее довольно-таки длинный рог. В нем три завитка. Голова крутится. Грива состоит из трех цветов, желтого, розового и фиолетового, как и в мультфильме. А в хвостике, как всегда, только один цвет, желтый. Грива прошита в два ряда. Она не сказать, что очень густая, но и не очень редкая. И она, как всегда, ужасно жирная. Посмотрите, она опять висит какими-то отдельными прядями. Вот у новых пони нужно потом тщательно промывать гриву, потому что это так противно, после них даже руки приходится мыть. Это ужасно. И желательно мыть с мылом, а то она так и останется жирной. На копытцах, как и у всех принцесс, есть ботиночки, но они не покрашены. И также у новых пони довольно-таки сильно выражаются швы. И также на левой передней ножке у моей пони было кольцо, прикрепленное резинкой. И вот остались немножечко отпечатки. И также на этой же ножке снизу у нее есть подсердечко. Кьюти Марка – это голубое кристальное сердце. Но Кьюти Марка у Каданс почему-то всегда на игрушках не соответствует тому, что есть в мультфильме. То есть вот эти вот детали вокруг, они немножечко другие. Снизу на передних копытцах у нее есть логотип Майльтл Пони, номер и также такая дырочка, чтобы ее можно было вставлять в какой-нибудь штырек, который есть на многих деталях из наборов Майльтл Пони. Для сравнения я взяла принцессу Каданс с 2012 года выпуска, которая как раз-таки была со свадебным замком. Что ж, вот сейчас мы посмотрим, как у нас изменились пони за 4 года. Начнем с того, что старая Каданс сделана из пластика, и голова и другие части тела у нее не деформируются. А новая из резины, и она менее хорошего качества. Вследствие этого у нее блестящая, жирная на вид голова, больше швов на теле, и они более четко выражены. И мне кажется, что это выглядит не очень красиво. Как у старой, такой у новой паняши, цвет крыльев немного отличается от цвета тела. Только у новой они более пурпурные, а у старой фиолетового оттенка. Но, по-моему, единственным преимуществом, которое я нашла у новой фигурки, является то, что у нее цвет тела более насыщенный, а старая более светлая и матовая. Цвета в гриве расположены в одинаковом порядке. И у новой принцессы кольца на роге более четко выделяются, что тоже мне не слишком нравится, хотя, может быть, некоторые из вас подумают, что это выглядит красивее. Ну, лично я так не думаю. Как и все новые пони, принцесса Каданс более высокая, чем ее старая версия. И я и говорю это в последнее время в каждом обзоре, но я снова повторюсь, потому что это действительно так и есть. Если сравнивать старую версию паняши и точно такую же, только новую, то можно сказать, что они совершенно не похожи, то есть это как будто две разные пони. Нет, вы серьезно, посмотрите на них. Вот это просто красавица. А вот это... Новый молот головы просто ужасен. У нее более длинная мордочка, и она похожа на утку. И это ужасно. И также у всех новых пони нет градиента в глазах. И, как можно заметить, вот у этой Каданс маленький блик под другим наклоном. И также у старой фигурки было вот такое ожерелье, как в мультфильме, а у новой его нет. А про корону я поговорю чуть позже, когда дойду до аксессуаров. А сейчас вы видите дочку принцессы Каданс и Шайн Кармора, малышку Флари Харт. Она довольно-таки маленькая, если сравнивать ее с оликорном на молде принцессы Каданс. Эта кружка сделана из прозрачного розоватого пластика. Она в сидячем положении. У нее большие круглые глазки фиолетового цвета. Они смотрят не прямо, а куда-то вбок. Ее мордашка очень-очень миленькая. У нее есть строгие крылышки, и количество перьев в них соответствует количеству, которое есть в крыльях Твайлайт. То есть она с крыльями, как у полноценного взрослого оликорна, хоть еще и со всем крошком. Рог у нее тоже достаточно длинный и довольно необычные глаза по сравнению с обычными жеребятами. У нее есть вот такой вот маленький хвостик фиолетового цвета и грива фиолетово-голубая. Хотя почему-то в этой фигурке у нее покрашена только челка. А остальные пряди такие же прозрачные, как и тело. У нее на голове маленькая корона, которой, кстати, не было в мультфильме. Не знаю, откуда она взялась. Голова у нее довольно-таки большая по сравнению с телом и тоненькая шея. На ней бирюзовые штанишки и тут даже видны вот такие маленькие шовчики, как будто они прямо сшиты из ткани. Крылышки расположены не на одном уровне, то есть вот это немножечко уходит назад. И в целом она очень-очень миленькая. И пам-пам-пам-пам! Мы дошли до замка. Он довольно-таки высокий, хотя, наверное, не такой, как замок Селестии. Этот замок сделан из голубого прозрачного пластика с блестками внутри, что выглядит очень красиво. И знаете, он мне чем-то напоминает замок Эльзы из мультфильма «Холодное сердце». Нет, серьезно, они так похожи? И создается такое впечатление, как будто замок сделан изо льда. Вот здесь есть некоторые башенки. Вот эти части даже крутятся. Здесь висят розовые качельки для принцессы Флори Хатт. Как она качается, я вам покажу чуть позже. Также на замок приклеиваются наклейки. Например, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Там видно кристальное сердце, которое почему-то розовое, а не бирюзовое, как и должно быть. Желтый балкончик, который почему-то очень маленький. Вот если вы помните 25-ю серию 4-го сезона, где Твайлд пела свою песню «You'll play your part» вместе с тремя принцессами, то там они все вчетвером помещались на балкон. А тут... Тут и одна поняша с трудом поместится. Как-то они не рассчитали. Зато сделали вон там вот много места. Это что-то похожее на лестницу, хотя мне кажется, пони будет неудобно здесь спускаться, потому что площадь поверхности очень маленькая. В принципе, замок строился довольно-таки легко. Но я думаю, что маленьким детям понадобится помощь взрослых, так как некоторые детали крепятся с помощью физической силы, чтобы все очень плотно держалось. Вот так замок выглядит с обратной стороны. Здесь тоже есть лесенка. На втором этаже стоит кристальное сердце. По бокам полочки малинового цвета. Они крутятся, а сверху на них по одному сердечку. Вот здесь выступ. И как видите, все наклейки просвечиваются. А вот тут еще и завитки. Они выполнены рельефом. И то, что было выступом с той стороны, является вмятиной вот здесь. И на первый этаж можно поставить очень много пони. Вот отсюда выходит свет. А вот сюда вставляются батарейки. Изначально в наборе их не было. Я их ставила самостоятельно. И когда нажимаешь на кристальное сердце, вот этот вот разноцветный кружочек начинает крутиться. Давайте нажмем. При нажатии на кристальное сердце у нас на пол высвечиваются три фигуры. Сердечко, кристаллик и звездочка. Они разного цвета. Потому что, как я уже сказала, этот кружочек крутится. И цвета меняются. Тут есть три режима. То есть сначала все эти фигуры то пропадают, то появляются. И сначала при нажатии все это крутится довольно-таки с неприятным звуком. Даже не сказать, что неприятным. Но если вы, например, снимаете какой-то сериал или фильм, то это будет не очень. Так, давайте нажмем еще разочек. Второй раз у нас фигуры не пропадают. Они просто меняют цвет. И третий раз все выключается. Но лучше это, конечно, делать в темноте. Так будет намного красивее. Теперь давайте вернемся к качелям. Они украшены сердечками и рельефами. И выглядят очень красиво. А спинка очень похожа на спинку трона. Вот здесь вот есть штыречек. А у крошки Флари Харт специально для этого дырочка. И вот так вот мы ее сюда сажаем. И раскачиваем. Мне, в принципе, замок очень понравился. Он выполнен прямо как в мультфильме. И очень красивый. И большой. А для маленьких детей, если они боятся спать без света, то можно вообще использовать его как ночник. И последнее, что я вам хочу показать в этом наборе, это аксессуары. Начнем с Большого Трона Принцессы Кадденс. Похожий на него есть в мультфильме. Он сборный, то есть спинка прикрепляется отдельно. Нижняя часть похожа на камень. Она фиолетово-серого цвета. Спинка прозрачная, кристаллическая. Тоже сделана из пластика с блестками внутри. И она фиолетового цвета. Эта часть покрашена малиновым цветом. С рельефными ромбиками. И также сверху желтое сердечко. И вот так вот можно посадить сюда принцессу Кадденс. Дальше мы видим розовую кроватку Флари. Снизу у нас идет имитация ткани и соответственно неровности. Фиолетовая часть украшена камешками и сердечком. На спинке тоже большое сердце. И желтая башенка. Внутри подстилочка, тоже выполненная рельефом. И внутри кроватка полая. Вот давайте посадим ее в Флари. Вот она как раз под ее размер. Далее идет зеркало. Оно выполнено из пластика того же цвета, что и сам замок. И тоже с блестками внутри. Оно кристальное. А вот эта часть это наклейка. И оно действительно отражает предметы. Тут есть небольшая подставочка, чтобы оно не падало. Следующая это бирюзовая расческа. Хотя на камеру может показаться, что она голубая. У нее 6 зубчиков. Сверху 3 сердечка. Средние закрывает те, что по бокам. И вот эта часть шершавенькая. Дальше мы видим голубое прозрачное платье. Оно сделано из мягкого пластика. Здесь сеточка. На юбочке кружево. И дырочки. Для чего они я объясню позже. Кнопочка в форме сердца. Это платье подходит только для таких пони, как Луна, Каденс и старой версии Оликорна Твайлайт. Потому что для обычных пони оно большое. И к тому же тут еще прорези для крыльев. А вот для таких пони, как Селестия, оно наоборот слишком маленькое. Похоже, платье только оранжевое и непрозрачное было в кристальной коллекции. В наборе с Твайлайт Единорогом и Принцессой Каденс. Там еще были кристаллики, зеркало, еще одно платье для Твайлайт и короны. Следующее, что мы видим, это 4 кристаллика. Они все разного цвета и формы. Например, здесь есть желтое сердечко, голубой кристалл, розовый кристалл, только уже другой формы, и фиолетовый цветочек. И у каждого из них есть вот такой штыречек. И именно для этого платье нужны вот эти дырки. Хотя самое странное то, что платье дырок 5, а кристаллов всего 4. Поэтому я вам советую, например, вставлять их через одну дырочку. Например, вот здесь один, потом следующий здесь и вот здесь. А если вы их все, например, нацепите вот так вот или только 4 штуки, то это будет смотреться не очень красиво. Дальше идет розовая кристальная корона для Принцессы Каденс. И в ней тоже сделана дырочка, чтобы туда можно было вставить украшение. Следующее это голубое ожерелье, тоже с дырочкой под кристаллик. Следующее это фиолетовая рамочка с завитушками и сердечком. В ней стоит фотография Принцессы Каденс и Шайн Кармара из 25 серии 2 сезона. То есть, соответственно, это Каденс на самом деле королева Кризалис. И это как наклейка. Ее нужно было клеить самостоятельно. Также тут есть подставочка, чтобы это все не падало. Далее идет прозрачная розовая бутылочка для Флари Харт. У нее две ручки. И с обеих сторон рельефное сердечко. И также она пустая внутри. Дальше идет прозрачное голубое кольцо для Принцессы Каденс. Точно такое же, только золотое было в наборе с кристальным замком. Вот так она надевается на копытце. Предпоследний аксессуар это пара золотых сережек. Я их вижу впервые, хотя может быть они уже были в каких-то наборах, но я что-то этого не припоминаю. Я думаю, что они встречаются первый раз. Они довольно длинные и сделаны из камешков. Вот так они выглядят на ушах пони, хотя смотрится очень стремно. Корону, как я и говорила, буду сравнивать со старой от своей первой Каденс. По размеру они одинаковые, но новая, более золотая и блестящая. Мне это в ней очень нравится. Но в ней совершенно не покрашены камешки, в отличие от старой. Хасбра совсем обленились. И должна заметить, что цвета половины аксессуаров не соответствуют тому, что нарисовано на коробке. Например, цвета кристаллов просто перемешаны. Кольцо на коробке показано желтым, а на самом деле оно голубое. Так же, как там ожерелье розовое, а у меня опять же голубое. Сережки на коробке вообще почему-то разных цветов, голубого и розового. Но в моем варианте, когда они оба золотые, мне нравятся намного больше. И посмотрите на корону. Камни покрашены фиолетовый цвет. А здесь? Но все равно набор очень классный. А на этом мой обзор подошел к концу. Надеюсь, он вам понравился. И вы не забудете прокомментировать, поставить лайк и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. А с вами была Дарья Миронова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok